Чтобы устроить знатный холивар среди друзей автомобилистов, достаточно произнести всего одну фразу «Хочу купить Субару», и после этого вас захлестнёт волной диаметрально противоположных мнений. А что же на самом деле? Оценивать практичность японских инженерных решений мы будем на примере Форестера третьего поколения. С вами Пётр Баканов и программа «Поддержанные автомобили». Ну что, услышим ли мы сегодня знаменитый стук поршневых юбок? Форестер третьего поколения, несмотря на довольно скромные бюджеты марки «Субару», выпускался не слишком долго. В 2007-м его представили публики, в 2011-м подновили, внедрив свежее поколение оппозитных моторов, а в 2013-м уже отправили на покой. Возможно, из-за приличного происхождения лесники, как переводится название Форестер, высоко ценятся на вторичном рынке. Просить миллион рублей за экземпляр, которому 7-8 или даже все 9 лет, хозяева не стесняются. А верх рынка — это 1 миллион 300 тысяч за самые мощные или хорошо сохранившиеся варианты. Однако, как говорил киса Воробьянинов из 12 стульев. Впрочем, купить «Субару» реально даже имея около полумиллиона рублей. Хотя, по нашему скромному мнению, минимальный бюджет такой покупки — это 600-700 тысяч рублей. На что смотреть первым делом? С одной стороны, даже 7-8 лет возраст уже критичный, и у самого молодого из третьих фориков должна быть коррозия. Самые популярные места ее возникновения — это колесные арки, низы дверей, а также кромка крыши. Однако «Субару» — это марка-феномен. Как правило, ее выбирают настоящие фанаты, которые вдумчиво следят за своими железными друзьями. Поэтому процент хорошо сохранившихся машин, но очень велик. Вы удивитесь, как много действительно достойных вариантов продаются вообще без следов коррозии. Пожалуй, с таким мы сталкиваемся впервые. А вот чему удивляться не стоит, так это трещинам на лобовом стекле. Они могут поползти без причины. Видимо, несущему кузову не хватает должной жесткости. Поэтому некоторые владельцы ставят распорку между опорами передних стоек. Не пугайтесь такого тюнинга. Это как раз признак рачительного владельца. А если уж дело дошло до подкапотного пространства, рекомендуем придирчиво разглядеть моторный щит, где выбит вин. К несчастью, «Форестер» не обделен вниманием угонщиков. Поэтому ворованных экземпляров на рынке хватает. Если прошлые автомобили не вызывают сомнений, а на маркируемой панели нет следов ни заводской сварки или герметика, можно двигаться дальше. Только не пугайтесь вида субаровских кресел. Тканевая обивка — это мрак и ужас. Растягиваться и линять заводские чехлы начинали, будучи почти новыми. А всевозможные царапины на интерьерном пластике — тоже нормальное явление, поскольку дизайнеры решили освежить салон малопрактичными серебристыми вставками. И вообще, качество панелей и фурнитуры оставляет желать лучшего. А вот электрика — напротив, сильная сторона этого «Субару». Признаться, слабые места вольтамперного хозяйства можно пересчитать по пальцам одной руки. Среди них — датчики корректора фар. Это такое электромеханическое устройство, соединённое с рычагами подвески. В первую очередь, с рычагами задней подвески. И если однажды машина потупит глазки, не сомневайтесь, проблема либо в датчике, либо в умерших тягах. Обычно такое происходит через 100-150 тысяч километров. Столько же служит стартер, который гораздо выгоднее ремонтировать, нежели за бешеные деньги покупать новый. Не удивлюсь, если первые минуты нашей программы вы прослушали в полуха, дожидаясь главного. А что же знаменитые субаровские оппозиты? Уж мы-то, дескать, наслышаны, что свечи на них меняются через колёсные арки. Что же, пришло время рассказать правду об этих моторах. Но сначала отметим, что оппозит оппозиту рознь. Так до 2011 года на Форестеры ставились агрегаты серии EJ. Их часто называют ежами. Эти двигатели построены вокруг общего блока цилиндров, но есть важный нюанс. У старшего двигателя объёмом 2,5 литра больше диаметр цилиндров. Поэтому и к перегреву он склонен больше. Соответственно, даже короткая прожарка грозит печальными последствиями. Поэтому хозяину придётся постоянно следить за частотой радиатора, который ну очень быстро забивается дорожной грязью и тополиным пухом. К слову, сам радиатор лучше заменить на цельный алюминиевый неоригинал. У штатного теплообменника есть манера со временем пропускать антифриз через стыки пластмассового бачка. По общему мнению, двухлитровый агрегат вроде бы менее капризен. С точки зрения вероятности перегрева это так. Но вот во всех остальных отношениях ежи — просто близнецы-братья. Скажем, они оба требуют чистки дросселя через 30-40 тысяч километров пробега, а на 150 тысячах отправляются на замену кислородного датчика. А чуть раньше этого пробега начинают разбазаривать моторное масло через сальники валов — коленчатого и распределительных. Притом подобная масляная щедрость крайне опасна, потому что смазка, попав на ремешок газораспределительного механизма, который находится вот за этим всем большим кожухом, грозит перескоком последнего. Вообще о приводе распредвалов следует поговорить отдельно, потому что приобретая ремень, ролики, натяжитель, не скупитесь на оригинальные запчасти, ведь все это покупается на последующие 100 тысяч километров. Потому что более доступная альтернатива может оказаться не такой надежной, как японский оригинал. А при второй замене этого комплекта вдобавок не поскупитесь на свежий масляный насос. О свежем масле и правильном бензине говорить, надеюсь, не имеет смысла. Хорошие горюче-смазочные материалы оценит любая машина, а не только японский лесник. Зато он один из немногих, кто взамен ответит долголетием. Тот самый знаменитый стук поршневых юбок вряд ли удастся услышать раньше четверти миллиона километров пробега. Также хватает примеров, когда мотор выхаживал до капремонта все 300 тысяч. Притом капремонт одно название. Ну обновил вкладыши коленвала и поршневые кольца и ездишь себе дальше. Ну а если дело совсем швах, ну тогда блок цилиндров готов пережить две, а то и три расточки. В общем, претензий к долговечности и ремонтопригодности оппозитов мы не имеем. После рестайлинга на смену ежикам пришла серия FB. Внешне свежее поколение субаровских оппозитников легко отличить по пластиковому впускному коллектору и верхнему расположению масляного фильтра, тогда как у ежей коллектор выполнен из металла, а фильтр находится традиционно снизу. Отличие посерьезнее в размерности цилиндропоршневой группы. Ход поршня здесь на 15 миллиметров больше, а диаметр цилиндра на 8 миллиметров меньше. Также новинка имеет улучшенную систему охлаждения. Отвод тепла от головок и блоков происходит по двум параллельным контурам. Догадываетесь, для чего все это было сделано? Ну конечно, чтобы продлить ресурс, снизив температурные нагрузки. Так что перегреть движки нового поколения достаточно сложно. Правда, проверять это утверждение на практике, разумеется, мы бы не советовали. Другой несомненный плюс — в цепном приводе распредвалов, который не требует внимания по 200, а то и 250 тысяч километров пробега. И только необходимость часто менять масло досталась от предков. Хотя это тоже вряд ли можно назвать минусом. Так, маленькая слабость. А вот слабость посерьезнее в утечках смазки. Масло, убегающее через постели распредвалов и клапанные крышки, это родовое проклятие серии FB. Учитывая, что для лечения необходима переклейка головок блока на новый герметик, многие продолжают ездить до состояния, пока не забьет фонтан. А фонтан может забить при самых разных пробегах. Есть примеры, когда сильная течь открывалась при 30-40 тысячах километров пробега. Но обычно такое случается, когда одометр уже отчитал первую сотню. За работу готовьтесь отдать от 30 тысяч рублей. Притом некоторые мастера для этого принципиально снимают мотор. Вообще, обслуживание оппозитов окружено огромным количеством легенд и мифов, многие из которых не имеют под собой никакой основы. Забудьте гаражные байки про подомкрачивание двигателя для обновления свечей зажигания. Чтобы выполнить данную операцию, потребуется стандартный инструмент, ну и где-то от 30 минут до часа свободного времени, в зависимости от опыта и сноровки. Можно попытаться подлезть к блокам снизу под машиной, либо, например, сверху демонтировать. Для этого придется нам корпус воздушного фильтра, а также аккумулятор и убрать некоторые провода. Что действительно правда, так это особенная процедура проверки уровня масла. В поддон масло стекает очень медленно, и перед тем, как вынимать щуп, надо машине дать хорошенечко отстояться. Тут главное не лениться. Подобные проверки оппозитам надо устраивать как можно чаще. Ведь они очень охотно расходуют масло на угар. А двигатели серии AG вдобавок имеют привычку сопливить через заглушки блока, заглушки распредвала, свечные колодцы и клапанные крышки. В общем, за количеством смазки нужен глаз да глаз. Ну и закрываем масляную тему. Для турбированных версий оптимальный межсервисный интервал всего 6-8 тысяч километров пробега, а для атмосферных не более 10. При том, для новой серии FB инженеры прописали очень жидкую смазку 0W20, которую клубные сервисы рекомендуют заменить маслом погуще. К слову, без такой мастерской неподалеку покупать Subaru мы бы не советовали. Уж очень своеобразно устроен этот автомобиль. Даже замена газораспределительного механизма, не говоря уже про переборку двигателя, здесь целая наука. До этого мы обсуждали сплошь бензиновую историю. А что же дизели? Вряд ли вы сможете найти вариант на солярке, но если такое случится, держитесь от него подальше. Инженеры Subaru потратили уйму времени, чтобы довести живучесть этого агрегата до приемлемого уровня. А до этого случалось всякое. Например, мог лопнуть коленвал. Также массу нареканий вызвали двухмассовый маховик, турбины и форсунки. Поэтому экономичную экзотику лучше оставить кому-нибудь другому. Осторожным надо быть и с турбированными вариантами. Сам турбокомпрессор хороший, крепок, а вот цилиндропоршневое хозяйство может потребовать капремонта всего через 100-150 тысяч километров. Перевернутые вкладыши, задранные зеркала и лопнувшие поршни – все это встречается даже на серийной технике, не подвергавшейся лютому тюнингу. Все равно хотите узнать, как едут 230 или 260 лошадей? Ну, тогда как минимум загоните машину на эндоскопию. Причем загоняйте не Абакода, а в надежный клубный сервис, где точно знают особенности этих движков. А теперь перейдем к трансмиссии. К механическим коробкам передач претензий минимум. Ну, разве можно жаловаться на гудящие подшипники валов, если они выходят из строя на третьей сотне тысяч километров пробега? И тогда же, после 200 тысяч, обычно начинает соплеветь и сальник штока выбора передач. В общем, старую добрую механику брать можно без сомнений. Тем более, что она не требует менять масло каждые 30-40 тысяч километров пробега. Догадались, к чему мы ведем? Да-да, для автомата рекомендован именно такой интервал замены трансмиссионки. И тогда стародавние четырехступки прослужат под 300 тысяч километров. После этого агрегатом прописан относительно недорогой ребилд, который продлит жизнь коробкам еще на пару сотен тысяч километров. Правда, нужно сделать одну ремарку. С турбированными версиями озвученный нами пробег сокращается вдвое. А любой тюнинг делает из автомата расходник. Особенно это касается пятиступки, которая появилась после рестайлинга на самой мощной из версий. Новая трансмиссия уж очень боится перегрева. В подвеске главный источник трат это задние амортизаторы, которые по прихоти японских инженеров получили систему самовыравнивания. Стоят такие амортики недешево, поэтому каждый второй автомобиль на вторичке продается без них. Если же прежний хозяин не ленился каждые 70 тысяч километров покупать именно такие демпфирующие элементы, то он человек щедрой души и пухлого кошелька. Но вам это делать не обязательно. Можно купить обычные аморты, но вдобавок придется заменить пружины и отбойники. В остальном задняя многорычажка вынослива и неприхотлива, так что ее переборка случается не чаще, чем через 150 тысяч километров. Если отбросить стойки и втулки стабилизаторов, коим отпущены 50-60 тысяч километров, то передняя подвеска лишь немногим хуже. Амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники и рулевые тяги скорее всего протянут вдвое-втрое дольше, чем вышеупомянутые стойки и втулки. И только саленблоки передних рычагов не могут похвастаться таким долголетием. Срок их жизни составляет не больше 100 тысяч километров. Примерно через столько же ждите течий из рулевой рейки на дорестайлинговых машинах. Но не пугайтесь. Заказав полный комплект сальников, пыльников и втулок, жизнь механизма можно продлить еще на 100-150 тысяч километров. У свежих двухлитровых фориков стоит электрический усилитель руля вместо гидравлического. Слабым местом всей этой системы является опорная втулка рулевого вала. Однако на машинах 2012-2013 годов стоит уже доработанная деталь, которая не должна досаждать стуками через 30-40 тысяч километров. Обсуждать тормоза Subaru занятия неблагодарны, ибо скорость износа колодок и дисков напрямую зависит от темперамента водителя. Но есть несколько общих фактов. Так, тормозные трубки имеют нехорошую привычку корродировать, поэтому проверяйте их состояние при каждом техническом обслуживании. Тогда же не забывайте регулярно смазывать направляющие суппортов и развальные болты. Впрочем, обе эти операции мы бы порекомендовали проводить для каждого автомобиля. Помните про старый шоферский постулат про ласку и смазку? А теперь подытожим. С одной стороны, Subaru Forester третьего поколения это достаточно ресурсный, комфортный и универсальный автомобиль, чей срок службы гораздо выше, чем у многих его одноклассников. С другой стороны, сам по себе автомобиль недешев, недешевые запчасти. Да и в целом, его обслуживание влетит в копеечку и требует от мастеров определенного уровня квалификации. Поэтому, задумываясь о приобретении Subaru, сразу найдите надежное место, где вы будете его ремонтировать, а также запаситесь энной суммой на возможный ремонт. То есть, совершать такую покупку на последние деньги, ну, никак нельзя. Это была программа «Поддержанные автомобили» и я ее ведущий Петр Баканов. И помните, главное сделать правильный выбор. Поэтому выбирайте правильные автомобили вместе с нами. Желаю удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!